Что же делать, как же быть? Начались сомнения, что мне Богу подарить? День его рождения, книгу, карандаш, кончету, может быть, коробку эту, мишку, саблю или пушку, мою лучшую игрушку. Сереже 11 лет. Мальчик перенес родовую травму и теперь страдает от детского церебрального паралича. Мама Анастасия постоянно ищет новые варианты лечения и реабилитации для ребенка. Она рассказывает, несмотря на болезнь, Сережа отличается добротой и многими талантами. Он очень любит музыку, очень много знает стихов различных, очень знает исполнительных, много разных, вплоть до Фредди Меркури, один из его любимых. Печальная статистика свидетельствует, в России неуклонно растет число детей-инвалидов. По информации министра труда и соцзащиты Максима Топилина, сейчас в стране их проживает более 600 тысяч, при том, что три года назад эта цифра была меньше на 30 тысяч. Специализированные фонды и муниципальные администрации регулярно проводят мероприятия, направленные на поддержку особенных детей, в частности, благотворительные праздники и фестивали. Сегодня к нам в гости пришли дети из Кубинки, поселения Кубинки, из Никольского. Наш любимый интернат, с которым мы очень много уже работаем, это детки, которых мы лечим, ну они вывозим в разные поездки. Здесь у нас школа гармонии для особенных детей, которая находится тоже на территории Кубинки, здесь рядом. Весь день для ребят пели и танцевали артисты со всего Одинцовского района и гости из Венигорода. Проводились мастер-классы, конкурсы. Площадкой стал Центр творческого развития «Ремарка», который в прошлом году вошел в число лауреатов премии «Наша Подмосковья». Мы подготовили для детей концерт, который выступает силами детских коллективов. К нам приехали наши друзья из Венигорода. Центр «Удивительный жираф», прекрасные вокалисты, прекрасные танцевальные номера. Всегда очень нравится детям, всегда очень зажигает. Организаторы из благотворительного фонда «Лизонька» планируют сделать подобные акции традиционными. По их словам, далеко не все ребята могут приехать на обустроенные площадки города Одинцова. А поэтому задача благотворителей и общественников – принести немного радости и простого человеческого счастья к ним домой, во все поселения района.